еще раз вы большие молодцы хорошего дня я уже в венеции но так как мои друзья я не сижу долго вместе и следующее занятие скорее всего будем проводить из калабрии калабрии это юг Италии и там я еду в такой центр который организованно занимаются помощи украинским женщинам с детьми у которых убежали от войны у них там миссия при синагоге и они вот там организованно собираются и я туда поеду там раввин женщина интересно вот и она очень 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 сильно помогает в украинске сейчас такое интересное время а на этой неделе да как мы помним был день рождения я думаю все из вас любят дни рождения или кто-то из вас не любит не любят день рождения да конечно и вот на этой неделе был день рождения кого и ничего помните кто мне скажет большой праздник у каждой страны тоже день рождения израиль вы наверно уже думаю все такой стране слышали или не слышали 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 и сегодня ну сначала я просто нашла мультик на тему дня из той серии которую мы смотрим тайная комната ну а потом немножко поговорим об Израиле да конечно будет недельная глава к Дашим вот с недельной главой почему я вам тоже в прошлый раз хотела к Дашим тут мы сейчас в таком периоде когда немножко расходимся когда немножко расходимся как раз с Израилем в плане недельных глав так как в Израиле Песах длится на один день короче да и у нас так попало и поэтому у них немножко другой порядок в этом недельных глав у них уже сегодня другая недельная глава не к Дашим это в Дашим это в диаспоре потому что в диаспоре как мы помним 8 дней 8 дней почему потому что была проблема раньше с календарем сейчас точные календари да мы знаем сколько времени где во Флориде в Соединенных Штатах в Сокио тогда люди не знали и на всякий случай чтобы не пропустить да не нарушить правил празднования праздника не нарушить мискот делали чуть подольше да лучше переблечь и вот из-за этого и получился такой длинный тест в диаспоре и из-за этого как бы сбились вот эти вот недельные главы но это не страшно да в таком случае как бы мы с вами в диаспоре поэтому мы будем придерживаться того порядка который в диаспоре как бы для того чтобы не было пытались хотя есть например некоторые общины некоторые синагоги даже в диаспоре которые придерживаются тех правил которые так это уже как применят вообще как захотим так ну всех кто там показался всех рады вас видеть молодцы и сейчас будет мультик на тему дня рождения о как вы как вы сегодня молодцы и хорошо собрались ! да 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 так да present да На иврите, где рождение Йонг Холедет. Йонг Тинь Холедет – это рождение. Так, сейчас грузится, видите, пока черный К, да? Видите? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С днём моего рождения! Поздравьте меня! Брат, сестра... Ну и пожалуйста, обойдусь без вас. Сами меня ещё искать будете. Пусто! О, мячик! Сыграем-ка! Опа! Хорей! Попасть в Мишель – это очень просто. Это что такое? Привет, Даня! Что ты тут делаешь? Кира, здравствуй! У меня день рождения! Нужна помощь? Мне нужно найти три очень важные вещи. Коробочку, книжку и корзинку с угощениями. Без но важное событие. Я думаю, мы будем делать меня, да? Алло! Слышно? Да, меня выбило, да? На каком моменте? На каком моменте мультика выключилась? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Так, чтобы просто сначала не смотреть. Самый младший братик говорил, что ему нужна какая-то книжка и ещё там. А, ну, значит, только что, да? Только что. Да, хорошо. Сейчас я тогда постараюсь, что-то немножко интернет, да? Ну, очень, видимо. Сейчас я его открою окошко, что лучше было интернет. Вот так вот. Потому что в Венеции, в старом городе, здесь очень старые дома. Вот так вот. И, кстати, старые дома средневекового не кушают сигнал. Ну, в принципе, с взрослыми занимались, было нормально, да? Ну, вот, видимо, когда мультик и все такие записи, да, включена, начинается, как говорится, проблема, да? Так, хорошо. Тогда сейчас я вам включаю снова, да? И думаю, сейчас уже не даже, как-то проблема, я открыла окошко. Так, окей, запускаюсь. Это для наших поисков. Делай, как я. Ух ты! Вот это я понимаю день рождения. Что будем искать сначала? Сначала карусельные гонки. Главный приз – коробочка. Ее нужно поймать. Ой, как ярко. Ага, как все видно. Молодец, Зань. Опа! Вот, держи. Это копилка для дзаких. Зачем она тебе? Спасибо. Она сегодня кое-кому пригодится. Ну что, пойдем искать книжку? Заходи. Кто здесь? Кто это? Я Сень. А ну-ка, проверь свое зрение. Попади в простую мишень и получи мой приз очень нужную книгу. Ей есть кое-что для себя. Пока. Так нечестно. Что еще за пули пчелок? И как заставить их попасть в мишень? Ха-ха-ха! А у меня тут пирс для сообразительных. Шевелите мозгами. Ха-ха-ха! Подержи, пожалуйста. Я, кажется, понял. Пчелок любят цветы. О-о-о! О-о-о! Плехло в яблочко. Молодец, Даня. Победа! А вы и правда соображайте. Получите твой супер-пред. О-о-о! Держи, Мира. Спасибо. Знаешь, мне показалось, что у этих очков какой-то знакомый голос. Ха-ха-ха! Возможно. Что нам еще осталось найти? Картинку с угощениями. Вперед, Даня. Отлично! Заодно и перекусим. Упустила. Ничего, покатаемся. Я очень хочу посмотреть тут на все с высоты. Страшновато. Не смотри вниз, Мира. Почти поймал. Ха-ха-ха! Угощение. Мои не отдам. Эй, это не по правилу. Корзинка наша. Попробуйте ее отнять. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Держи, Станя. Ничего не получается. У него слишком много... Смельчко много рук. Ха-ха-ха! Фух, вспотела. Руки лепкие. Точно! У тебя нет ничего липучего, Мира? Остались ручья с пчелами. А в пчелах немного меда. Подойдет? То, что надо. Ха-ха-ха! 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 Мед вкусный! Но лепучий! Помогите! Я склеился! Ха-ха-ха! Победа засчитана! Рэппи-мен! Так это был ты! Не только он! Ха-ха-ха! А ты сообразительный! С днем рождения, братик! Мы нашли все нужные вещи. Копилку для цитаки, книгу и корзинку с угощениями. День рождения — особый праздник для каждого из нас. В тот день, когда мы появились на свет, нам даются свыше особые силы. Каждый год за нами. В день рождения принято устраивать праздник для семьи и друзей. Давать здоровью, то есть помогать нуждающимся, больше, чем обычно. Читать главу из книги Тейли в соответствии со своим возрастом и рассказывать учительную историю истории. Поскольку будущее человека зависит во многом от его собственных решений и поступков, то в день рождения необходимо выбрать определенное доброе дело и заниматься им усерднее, чем раньше. Например, помогать друзьям, когда они нуждаются в помощи. А еще в день рождения важно уединиться и обдумать прошедший год своей жизни. Вспомнить, что было в нем хорошего, а что нужно исправить и как это сделать. Спасибо вам за удивительные приключения! Ура! А теперь пойдемте домой. Отпраздную мой день рождения! А еще я выбрал для себя митцву. Буду больше помогать своей сестре и братику. Ряша, у меня уже есть список просьб для Дани. А у тебя? Так, ну сейчас вроде без приключений досмотрели. Смотрите, день рождения, еврейская традиция празднуется. Мало того, что даже празднуют день рождения в Израиле, празднуем его в синагоге. Вот так. И у каждого из нас как бы есть свой день рождения. Это разрешено, да, ничего не плохого в этом. Можно праздновать, ну, как бы немножко по-особому. Еще очень интересный такой аспект, который я очень люблю в еврейском дне рождения, то, что я могу всех других поздравлять с моим днем рождения. Потому что как бы через это я могу дать ту благодать, которая особая, действительно, святость, которая спускается на меня в тот день рождения. Это как раз в главах Дашим, она святость, которой мы обладаем. Естественно, она нам дается от Всевышнего. Но мы тоже участвуем в этой святости. Даже можем ей делиться. Как вот распространять, да, как роутер распространяет интернет, так мы можем распространять и давать святость другим людям. Вот. И вот это тоже такой аспект, который присутствует в дне рождения. Так вот. И как раз на этой, на прошлой неделе уже, потому что знаем, что неделя у нас начинается с воскресенья, да, с Иомишом, с первого дня, был день рождения Израиля. Этой страны, да, на карте евреи ждали почти две тысячи лет. Ему была государственность, вреды следовали. Вот. И это было воплощение, воплощение надежд, да, двух тысяч лет, чтобы было место, где можно было жить спокойно, где можно было соблюдать все предписания, да, религии, все мессорные, вот спокойно, без насмешек, без преследований, да, и чувствовать себя спокойно, как в своем доме. Мы знаем, что в своем доме нас никто не обидит, да, у нас никто, ну, если только враг, да, как вот сейчас вот нам в Росток Украины пришел враг и выгоняют из домов, но в своем доме мы в безопасности. И вот евреи, когда были из земли Израиля, не чувствовали своей безопасности, только возвращение, да, в эту землю, а потом создание государства Израиль действительно дала возможность запретения дома, да, вот, ну, как бы не так, это был итог многих, многих долгих лет надежды, долгих лет ожиданий, да, всего. И вот я сейчас для вас тоже нашла мультик, я немножко больше мультиков, да, посмотрю. Вот, 10 минут, тут будет вся история еврейского народа на протяжении 10 минут будет рассказана, чтобы мы понимали, чем явилось для евреев государство, да, что они просто так взяли и сделали государство, да, вот, оно действительно было итогом, надежды, вот. Так, мы надеемся, сейчас все будет хорошо, потому что, к сожалению, в Италии есть один недостаток, в Италии очень плохой интернет, да, он намного хуже, чем в Украине, как в Анистратах. Так, грозится. Это история еврейского народа на его земле. Она начинается во времена последнего независимого еврейского царства. На протяжении более тысячи лет еврейский народ жил в земле Израиля под властью собственных царей. Царь Давид сделал Иерусалим в своей столице около трех тысяч лет назад, а его сын Соломон построил там святой храм. Евреи со всех уголков совершали паломничество в храм в Иерусалиме. С возникновения в Римской империи евреи оказались под гнётом Римляна. Некоторые из них были полны решимости вернуть себе независимость и восстали против римского правления. После шести долгих месяцев осады Иерусалима римский генерал Тим уничтожил святой храм, убил жителей города и обратил его в руины. Осталась только пустая оболочка внешних стен, печальное напоминание о великом храме. Побеждённых бойцов отвезли в Рим на триумфальный марш. В течение поколений после разрушения храма еврейские мудрецы заложили основы одного из самых славных периодов в истории иудаизма. Социальные, юридические и образовательные системы, которые они разработали, позволили еврейским общинам выжить, где бы они ни находились. В каждом обществе, в котором они жили, евреи играли важную роль, способствуя развитию науки, культуры и экономики. Часто за свою веру они подвергались преследованиям или изгнанию. И время от времени были вынуждены соблюдать традиции иудаизма втаяния. Но даже в трудные времена они хранили свои обычаи и традиции. Ветер перемен подул в еврейских общинах диаспоры. Все больше и больше евреев отказывались смириться с участью вечных изгранников. Один за другим евреи со всего мира стали собираться в земле Израиля. Они несли с собой огонь стремления поселиться в земле своих предков. Изменения, произошедшие на международной арене в результате промышленной революции, усилили поток евреев возвращавшихся на родину. Они присоединились к своим собратьям, которые никогда ее не покидали, работая вместе, чтобы восстановить свою страну. Молодой еврейский журналист превратил ветер перемен в политическое отношение и дал ему имя «Сианизм». Теодон Герцель считал, что народ должен полагаться только на себя. У него была мечта и план, и он посвятил свою жизнь воплощении вековой мечты в реальность. В стране Израиля был возрожден древний язык «еврит» с новыми словами, способными выразить потребности современного многокультурного общества, формировавшегося на родине еврейского народа. В 1917 году мировые державы во главе с Великобританией признали право еврейского народа на создание национального дома на земле Израиля. Но в то время, когда евреи занимались созданием основ новой страны, другой народ, другой часть мира объединился вокруг совершенно иной идеи, которая привела ее последователей к самому ужасному преступлению против человечества за всю его историю. Нацисты начали с отмены гражданских прав, перешли преследование в дни погрома и в конечном итоге осуществили систематическое уничтожение 6 миллионов евреев с жестокостью, которую современный мир никогда ранее не видел и даже не представлял. И все же иногда из глубин отчаяния рождаются душевные силы продолжать во что бы то ни стало. Нацисты убили треть еврейского народа, но они не смогли убить его дух. В 1947 году Организация Объединенных Наций выголосовала за план, который предлагал раздел этой земли между евреями и арабами и создание двух государств – еврейского и арабского. Лидеры еврейского народа приняли план раздела ООН. Нация объединилась в радостном наковании. На арабской стороне не было праздника. Арабы полностью отвергли план ООН. На следующее утро после голосования в ООН арабы в Израиле, а также в соседних странах, напалили своих еврейских соседей. Празднования израильтян были прерваны. Им пришлось готовиться к первой войне за жизнь новорожденного государства против совместной агрессии шести арабских арабов. Были разрушены синагоги. Многие из еврейских жителей старого города были убиты, ранены или взяты в плен. Евреи в остальном в Иерусалиме оказались в блокаде. Конвои, прикрытые самодельной броней, пытались прорвать кольцо, попадая в засады. Война закончилась победой государства Израиля. Но иудеи, и Самария, и старый город Иерусалима попали под Иорданскую оккупацию. Почти два десятилетия спустя. Израиль снова оказался в смертельной опасности, когда арабские государства объединились, вновь угрожая уничтожить еврейское государство. Бои были тяжелыми, но Израиль победил на всех фронтах. Самой сладкой победой стало освобождение священной храмовой горы и стены плача. Иерусалим был воссоединен. Впервые в истории города была гарантирована свобода религии и богослужения во всех святых местах иудаизма, христианства и ислама. Тишина длилась недолго. Покой самого святого дня в еврейском календаре был нарушен сиреной войны. В то время, как еврейские мольбы о божественной милости возносились к небесным городам, арабские армии вновь бились у ворота небольшого Израиля. Израильские солдаты-резервисты поднялись на битву с Кутыгом. Они не сложили оружие до тех пор, пока страна вновь не оказалась в безопасности. Война требует мужества, но еще большее мужество требуется для достижения мира. Исторический мирный договор между Израилем и Египтом заложил основу для надежного мира со всеми соседями Израиля. Эта мечта стала ближе к подписанию мирного договора между Израилем и Иорданией. Эта надежда вдохновляет и усилия Израиля по достижению мира с палестинцами и реализации мечты жить в миру. Шалом со всеми своими соседями. Евреи вернулись на Родину. Оправдав надежды сотен поколений, израильтяне преодолели непростые препятствия, создав открытое, плюралистское, полное жизни общества, яркую культуру и инновационную экономику. История, которая началась на земле Израиля, а затем распространилась в самые отдаленные районы мира, вернулась на круги своя. Следующая ее глава уже пишется сегодня. Видите, что в Израиле тоже была сложная история, много войн, но все преодолели. Поэтому Украина тоже все преодолеет. Несмотря ни на что они соблюдали свои правила. Потому что стойко стояли и верили во Всевышнего. Если мы тоже будем стойко и уповать на Всевышнего, то будет все хорошо. Всевышний будет бороться за нас, будет воевать за нас и победить. История Израиля нас учит. Прекрасное государство, но постоянно окруженное врагами. Вот тоже слышал Теракт был. Люди живут, живут, радуются жизни, строят. И уповают на Всевышнего. И соблюдают вид свой. Поэтому прекрасно, что это такое. Кто знает, как называется гимн Израиля? Не слышали никогда? Взрослые слышали, да? Но взрослые не слышали. Нужно знать, знают и наши дети. Гимн Израиля называется «Атиква». Гимн Израиля, мама мне показывала видео. Да, да. И гимн называется «Атиква». Надежда, да? Наша конкретная надежда на жизнь, на свободную жизнь в своей свободной стране. И вот наши рассказы. Я хочу на сегодня закончить тем, что мы послушаем этот гимн, чтобы вы знали, как он звучит. Очень красивый гимн. Потом, возможно, я еще вам расскажу, тоже будем касаться, да? Расскажу о многих деятелях, политике истории Израиля, которые происходили с Украиной. Да, которые, деятели сиранизма, очень много было людей с Украины. Украина очень много была израиля. И евреи, и Украины много. Действительно, по сути дела, мы создали израиль. И важно знать, кто они были, потому что действительно были выдающиеся люди. Так, хорошо. Сейчас еще гимн израиля послушаем. Да, ну, сегодня у нас много видео, но это не только раз такое видео, поэтому пользуйтесь и радуйтесь. То есть, в честь дня рождения много детей. Так, окей. Так, скажем. Коротенькие, да? Коротенькие на пару минут. Это флаг Израиля, как мы, да, знаем, видим. Звезда Давида. Это герб Израиля. Продолжение следуетten. Продолжение следует... 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 Что это значит? Как мы можем стать святыми? Быть праведными, исполнять его законы. Исполнять, да. И как нам узнать, стали мы уже святыми? Нет. Что такое святость? Святость – это отделённость от чего-то обычного и привычного, обыденного, от низкого. То есть обычная жизнь не слишком наполнена святостью. И большинство людей, которые не верят во Всевышнего, они не святы. Есть люди, которые думают, что нужно стать отшельником, забиться в лес, спаститься, молиться, одеваться в какую-то грубую одежду, мучиться. Ничего подобного. Это даже, кстати, легко. Тяжелее каждый день соблюдать самолеты, соблюдать нецелу. Слушаться папу и маму. Не забывать. Не забывать. Не забывать, да. Не обманывать, да. Не делать ни каких-то нехороших вещей, да. И тоже, как бы, ошел повелевает нам бояться. Как это, да? Бояться, как бы, неприятное чувство. Но есть два вида страха. Вот я вам сейчас хочу рассказать историю про Мишу и про Шмулика. Миша очень сильно боялся своего партнера. Ну, ни в коем случае. Если кто-то кого-то зовут Миша, это няня, да. Это просто общенька какого-то Мишу. Поэтому не принимайте, говорится, свой адрес Миши. Есть у нас Миша, да. Вот. Когда Миша делал какую-нибудь шалость, его папа брал большой черный лень, да. Вот. Ну, может, не бил, да, но пугал ремнем хорошо, да. Поэтому Миша боялся папу. А вот маму нисколечки не боялся, да. И он не слушался мамы. И даже показывал маме язык. Он знал, что мама все равно простит своего любимого Мишу. Вот. И такой страх называется страх наказания, да. Миша, по сути дела, не любил ни папу, ни маму. Не хотел их слушаться, да. Но просто боялся, что папа ему может наказать ремнем, да. Вот. И это не тот страх, о котором... Будут плохие последствия. Да. Это уже совсем не то, да. А вот Шмулек однажды тоже расширился, да. Он бегал по комнате, прыгал и уронил на пол мамину любимую вазу. Ваза упала на пол и разбилась. Ой-ой-ой, что же будет, да. Пошла мама на звук, да. И увидела осколки вазы на полу. А эту вазу подарил ей ее папа, дедушка Шнулика на день ее свадьбы. И дедушки уже давно нет на земле. Это память ему была, да. Вот. А его душа поднялась в небесном душе. Учить Тору вместе с другими великими праздниками, да. Это когда наши души после смерти туда идут. Небесное решение учиться, да. И мама, у мамы задрожали губы. Ее лицо жаловно сморщилось и в глазах появились слезы, да. Но мама сдержалась. Она ничего не сказала своему сыну. Она взяла веник и собрала осколки на совок, потом выбросила их в битро. И когда Шмулик увидел слезы на глазах у мамы, он очень испугался. И ему стало так больно, как будто вы его делили большим черным ребенком. И Шмулик тогда пообещал себе в сердце, что никогда в жизни он больше не сделает такого поступка, что он будет очень осторожно смотреть, где он бегает там, что он делает. И чтобы больше такого не было, и чтобы не доводить маму до слезы. И он всю, когда он рос, он постоянно помнил о том обещании, которое он дал себе, сам себе, да, в сердце. Он стал взрослым, женился, у него появились свои дети, но всю свою жизнь он старался вести себя так, чтобы не огорчать свою маму. И боялся сделать то, что может заставить маму заплакать. Страх причинить зло, обидеть, огорчить – это совершенно другой страх. Это не страх наказания. Именно такой страх, трепет, да, мы испытываем перед Ашемом, чтобы не огорчить нашего небесного Папу своими простыхками. Именно поэтому в Торе написано «Матери и отца своего страшитесь», да? Да не то, что «Ой-ой-ой, я боюсь папу, я боюсь маму», да? Вот. И смотрим, что сначала мы должны бояться как бы маму огорчить, а потом папу, да? Чтобы бояться их огорчить, а не получить наказание, да? А вот про уважение и любовь к родителям сказала иначе. «Почитай отца своего и мать своего». Ведь любить маму легче, чем строго. Это написано в заповедях, в десяти заповедях. Да, видите, вообще эти десять заповедей, они не только для евреев или для кнаинах, они для всех людей, да? На этих заповедях держится мир. То есть так должно быть. Если люди начинают себя вести... Это для пятого заповедей вроде бы. Да, да, правильно. Вот. Когда люди начинают себя вести по-другому, да? Происходит нехорошая вещь, да? Это же не просто так, да? Что вот куда-то там взял и что-то спустил назад, и все, да? Вот соблюдайте, пожалуйста, да? А это именно то, на чем стоит мир. Это основа нашей жизни, да? Вот. И, ну, обычно мама менее строгая, да? Чем менее строгая, чем папа. Хотя бывает и по-другому. Например, у меня мама, у меня мама всегда была строгая, да? А папа был так помягче. Ну, это по-разному бывает все. Обычно мама, как говорится, любит, все прощает, гладит по голове, да? Поэтому маму любит легче. А вот папу сложнее, да? Поэтому в этой заповеди на первом месте стоит то, что сложнее. И мы должны любить одинаково, да? Своих родителей и папу. Да. И бояться маму нужно так же, как и папу. И бояться, как мы говорили, огорчить плохим. И вот с этого страха, да, начинается святость. Вот. И так мы учимся быть святыми. Учимся помнить о Всевышнем постоянно. И проверять все свои поступки, чтобы не огорчить их. Вот. И святыми можно стать только среди людей. Среди наших ближних, к которым мы относимся так, как хочет это ваше. А не так, как нам нашептывает противный Ецарарана. Черный ангел вредного совета. Он постоянно что-то там нашел. Вот. Только мы должны помнить о Муниципе. После повеления о трепете перед мамой соблюдать и хранить в субботне. Память о нашем исходе из Египта. Память о сотворении мира Ашем. Ашем осветил нашу невесту. Да, суббота невеста, Калаа. Да, мы ее призываем. Двойной порцией мана, выпадавшей до ее наступления. Помним это, да? И запретился собирать ману в субботу. Запретил делать в субботу любые будничные тела. На очередь 39 священных работ. Суббота выделена Ашемом из всех остальных дней. И вознесена на дни, как царица, да, малька. Да, храня святость субботы, шабата, да, не только в поступках, но даже в мыслях мы и сами становимся святыми. Ни одному другому народу Ашем не дал заповеди о субботе. Во-первых, когда я работаю с учениками мне время, очень, ну, обычно я не объясняю, это не надо, да. Но люди не могут понять, почему я в субботу не работаю, а работаю в воскресенье. Ну, раз человек работает в воскресенье, может, и в субботу работает, да. Как у нас в Украине все работает каждый день, нет. Ну, тут мы не обязаны никому ничего объяснять, да, просто говорить. Я в субботу не работаю. До свидания. Вот. Освещая субботу, каждый из нас исполняет заповедь в воскресенье. Да, прежде всего, почитание родителей и шабата, да. Так. И еще одна очень важная заповедь. Не стой на крови ближнего света. Как это, да? Ну, это так символически. Это отказ, нежелание помочь ближнему и даже недостаточная расторопность в тот момент, когда ближний находится в опасности. Это по тяжести является убийством. Вот так вот. Если видим, что человеку плохо, да, и мы в состоянии, ну, бывает, когда мы не можем помочь, да. Тут уже как бы не нужно переживать, потому что наши возможности ограничены. Но если мы можем кому-то помочь, а не помогает, это как убийство. Потому что мы этого не хотим. Да. Потому что вот наши, если рара-ра-ра, а вдруг ему не надо. Вот, например, у меня такой характер, что мы не хотим. А потом узнаем, что действительно человеку там нечего было кушать, может там без еды находиться, но все равно человек страдает, а потом мы перед судом Всевышнего станем и нам об этом вспомним. Либо кто-то потом нам не даст покушать, даже в этой жизни тоже знаем это понятие мера за меру, если вы кому-то сделали зло, что-то сделали, например, не дай Боже, не дай Боже взяли что-то чужое, потом у вас что-то. Такое тоже было. Если хочешь, чтобы тебе делали добро, делай ты. Да, да, потом это добро возвращается, мера за меру, делаете добро кому-то и вам это добро возвращается. Может быть даже не от того человека, но от другого. И вам же лучше, так говорится. Это законы мироздания. Это не то, что мы там себе придумали, оно так работает. Так устроен мир, что Всевышний так его создал. И вот хочу рассказать вам сегодня историю одного великого праведника. Роби Леви Ицхак из Бердичева. Сейчас-то здесь похоронены, к нему ездят уже на мере колонничества. И ему вот несколько раз подбрасывали детей, это давно, в 19 веке уже, которых, может быть, даже раньше, точно уже, которых обнищавшие родители не могли прокормить. Раньше люди жили похуже, чем сейчас. Сейчас, да, не было столько еды и были ситуации, когда реально не было, не было, не было что кушать, да, и нечем было детей к ним, да. Сейчас в руках шам, слава богу, у нас такое редко наблюдается. Однажды в субботний вечер в дом несли грудного ребенка, который был спущен, да. Срочно приглашенный врач попросил поднести свечу глаза в ребенка, чтобы определить по реакции глаз, можно ли его еще спасти. Да, он умирал от голода. Вот. И есть обязанность делать в шаббат все необходимое для сохранения жизни тяжелобольного, даже если это нарушение из шаббата, да. Знаем, если есть угроза жизни, вот, а когда человек тяжелоболен, есть угроза, он умрет, да, можно полностью нарушать все заболевания из шаббата, да. Наша религия насердна. Вот. И, однако, можно ли взять свечу, да, в субботний день, чтобы посмотреть больного. И Робей Левицхак тут же велел своему сыну принести врачу свечу. При этом присутствовал один известный Робей со своим сыном. По дороге домой сын спросил у отца, почему Робей Левицхак так обидел его? В чем же, по мнению сына, заключалась обида? Дело в том, что если возникает необходимость совершить какие-либо действия для спасения жизни под новым, да, то Тора предписывает сделать это самому уважаемому человеку. Почему же Робей Левицхак не попросил пойти за свечой своего товарища Робина, да, семью уважаемого человека, а обратился с этой просьбой к своему сыну? Именно в этом мальчик, да, сын Робина решил, что его отца оскорбили. Но отец ответил, я видел, что Робей Левицхак хотел попросить меня, да, принести свечу, но прочитал на моем лице сомнения в том, можно ли это делать, да, ведь речь пришла не о том, чтобы вскипетить в воду или приготовить лепарство, а лишь только о том, чтобы дать возможность врачу посмотреть на глаза больным. Можно ли это считать действием, необходимым для спасения? Видев мои сомнения, Робей Левицхак обратился с этой просьбой к своему сыну и тем самым спас меня от нарушения тяжелейшего запреттора. Не стой на крови ближней москвы. Ведь если бы из-за своих сомнений я пошел бы за свечой чуть медленнее, чем могу это сделать, то одним только незначительным промедлением я бы нарушил секрет, который приравнивается к убийству, да. Он бы сомневался, а вдруг, например, решил бы этого не делать, да, и ребенок бы умер. И видите, сколько надо любви и нудрости, чтобы выполнить, да, мецок и внимания к другому человеку. Он увидел, да, что его знал, как надо делать, но видел, что вокруг он сомневается, да. И он подумал, что из-за этого ребенок может погибнуть, да, и сделал все наилучшим способом. Но Всевышний, благословенное имя дает, его дает нам мудрость, да, каждую минуту дает нам мудрость, если мы действительно всем сердцем хотим выполнять этот запрет. И если мы в своем сердце научились, да, желать ближнему своему добра и только добра, да, вот это запрет. Разлюби ближнего своего как самого себя, да. Если мы любим себя, да, вообще так, что мы все любим себя, и вообще надо любить себя, да. Вот. Это, как мы знаем, это основа, да. Разлюби ближнего своего как самого себя. Тесно, на первом месте Всевышний, да, и все идет от него, но аспект, который самый важный в нашей жизни, это отношения с лишним. Вот. И если этого не делать, то есть все здание Тары посыпется. Нет без законов Тары, да, на Всевышний, без изучения применения, да, никуда. Но без доброты и честности человека ничего не получится. Да, да. Эгоизм, желание получать удовольствие и самоутверждаться за счет другого, да, затуманивает ул и толкает, в конце концов, на преступление, да. И душа человека не единственная. Вот это вот очень важно. И вот об этом говорит тоже наша сегодняшняя глава, да, в Даши, что для нас это очень и очень важно, да, соблюдение муцел. Так, и хочу вам сейчас еще показать презентацию о том, о каких митсвов, да, говорится. Мы их уже вкратце упомянули, еще раз их повторим. Вот именно в этой клавиатике. На-на-на. Какие-то вопросы задавайте, да, видите, да. Ну тут митсва любить каждого еврея как себя. Но сейчас это распространяется не только на. Да. Но, конечно, прежде всего мы должны любить тех, кто к нам ближе, да, это люди из нашей общины, из нашего круга. Но хорошее отношение необходимо проявлять каждому человеку, да, еврея или нееврея. Вот так вот. Не давать ложный клятву на любые вещи, да. Длиной, что у меня нет, не было синего кашлята. У снова люди синий кашлят. Вот так вот, еще и на каретке. Вот это нехорошо. И есть митсва Олелёк называется. Мелкие гроздья винограда, которые оставляют для бедных. И вот митсва Пеа. В вчерашней недельной главе автория тоже там писала, что виноградника своего полностью не собирать. и оставь нищим. И жатва твоя не жена. Да, и митсва Пеа, да, край поля, который оставляют для бедных. В современном Израиле, я вам скажу, как это проявляется. Этого я ни в одной стране больше не видела. Только в Израиле. На рынок, вы можете прийти на рынок, и, ну, это по-разному работает, но, в общем-то, есть какое-то место, где выложены овощи и фрукты. Их можно взять бесплатно. Их можно взять в Израиле бесплатно всегда. Если у вас нет возможности купить. Вот это вот исполнение этой митсвэ. Я видела такое место даже в магазинах. Ну, в супермаркете нет, да, но овощные магазины, овощи и фрукты вполне реально можно взять. Потом перед шаббатом обычно избавляются от всего старого хлеба. Его тоже выносят и просто кладут на улице. Ну, не на землю выбрасывают, а он лежит на каком-то возвышении. И это тоже для бедных, его можно забрать. То есть уже как бы овощи, фрукты, хлеб уже в Израиле с голоду не проходят. Да, даже если у вас нет. Абсолютно. Не говоря о том, что в еврейской среде митсва, если кому-то негде жить, ничего есть, то есть это не то, что хочешь, хочу, не хочу. Это обязанность еврея взять к себе такого людей. И дать ему крышу над головой, и дать ему пищу. Конечно, ну, не все это исполняют, понятно, да, но это обязанность, которая прописана в законе. И вот таким образом, это очень конкретно, очень просто, без пафоса, без криков. В Израиле это все есть, это работает. Люди эту митсву исполняют, да, в современной ситуации. Либо, например, в конце дня можно прийти и тоже взять увощи. Либо же вообще прийти и попросить бесплатно. И в Израиле дадут бесплатно. Если, ну, человеку реально надо, да. Вот так вот. И это, я только в Израиле. Вы в Италию пойдите бесплатно. А сейчас. Ничего, мне тут бесплатно. Будете умирать под мостом от голода, не то ничего. Просто так. Понятно, там есть помощь бедным, да, но это немножко уже, немножко по-другому организовано. Среди христиан это немножко по-другому. Вот митсва, да, законы шабата, субботы, да, и вот митсва уважать родителей, которые мы говорим. Вот, все об этом мы говорим сегодня. Так, окей. Вот это наша сегодняшняя недельная глава. Чудесно. Какие-то вопросы есть, да, или что-то кто-то хочет сказать? Даринка, а что ты заскучала? Тебе все понятно? Поскучала? Даринушка. Все понятно. Понятно. Нам тоже все понятно. Молодцы, я рада. Вы мне очень понятливы. Вы все, естественно, все понимаете, да? Ну, хорошо, там у нас осталось 3 минутки. Давайте заканчивать тогда. Молодцы, собрались как штык, можете, когда хотите, да, что бы там ни было, Да, да, война, чума, наводнение. Если есть у меня доступ к интернету, занятия есть, да? Потому что учиться, это тоже митсва. Мы тоже будем стараться. Мы тоже будем стараться. Старайтесь, да. Запись, вещь, конечно, хорошая, да, но потом запись, а я потом посмотрю, а я забыл, а потом еще как-то. Вот я сама знаю. Ладно, я не могу, я потом посмотрю запись. Потом, да, это записи могут работать вообще. А какое будет домашнее задание? Домашнее задание, вот. Домашнее задание связано с днем рождения, да? Раз мы говорили о дне рождения, да, Ваше домашнее задание будет, я с помощью ваших старших родителей определить, когда у вас еврейский день рождения, по еврейскому календарю. Я там сброшу ссылочку, есть такой специальный калькулятор, да, и вы мне потом расскажете, да, в какой день, потому что наш календарь и традиционно религиозный календарь еврейский немножко другой, да, чтобы вы знали, когда у вас еврейский. По еврейскому календарю. Это будет ваше другое. Нам просто нужно будет на другом уроке сказать вам, когда у нас по еврейски. Да, мы на другом, на следующем вы мне расскажете, ну, когда у кого еврейский день рождения, да, в месяце. В месяце мы, по-моему, с вами еврейский не учили еще, да, получим даже месяцы. Они немножко по-другому называются, чем наши, да. Наши традиции немножко другие. Поучим и расскажете, когда еврейский день рождения. Вот такое домашнее задание. Ну, я это брошу ссылочку в группу, родители вам помогут. Прошу помочь, да. Потому что там, ну, там легко, ну, думаю, там взрослые тоже посмотрят, как. Взрослые уже имеют. Все, хорошо. Рада была видеть. Вы большие молодцы. Жду вас через неделю. Время и место не меняются. Да, пока все. Все, и всего хорошего, шавуату, хорошей недели. Пока-пока. Спасибо вам за это. Вам тоже, да. Пожалуйста, и вам тоже спасибо. Все, счастливых. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok